В российском центре науки и культуры в Бресте состоялось открытие фото-выставки, посвященной столетию с начала Первой мировой войны. Целью выставки было воссоздать историю с помощью документальных материалов, напомнить, насколько хрупок и непрочен мир, отдать дань уважения павшим. Церемонию открытия посетило большое количество гостей, среди них и официальные лица. Много слов о войне уже сказано, много написано. У каждого из нас эти события вызывают свои эмоции. И как бы по-разному люди не относились к Первой мировой войне, чтить и помнить свою историю – одна из главных миссий каждого человека. Сегодня мы в Российском центре науки и культуры в Бресте открываем выставку, посвященную столетию начала Первой мировой войны. Эта выставка приурочена к столетнему началу Первой мировой войны. Великая война, так ее еще называют, явилась первым глобальным конфликтом в мире в прошлом столетии. В эту войну было втянуто 38 государств. Под ружье было поставлено 73 миллиона человек по всему миру. 20 тысяч человек скончались от ран и были убиты на войне. В России очень широко отмечается эта дата. Мы отдаем дань павшим. И цель данной выставки – как раз показать ужасы, документально показать ужасы той войны. Собственно говоря, любая война приносит разрушение, но та война особенно. На выставке можно проследить большую сюжетную линию. Экспозиция рассказывает об истории России на разных этапах ее развития. Один из стендов фото-выставки посвящен женщинам царской семьи, их работе в период Первой мировой войны с сестрами милосердия, а также благотворительной деятельности. Кроме того, уже у следующей выставочной площадки можно познакомиться с фотографиями героев Советского Союза и знаменитыми людьми тех лет – поэтами, писателями, журналистами. Особенно интересно Брещанам, потому что через Брест проходила эта война. Эта война сожгла практически весь Брест. И если в книгах, это я уже как директор библиотеки говорю, мы видим просто художественные зарисовки, как все это происходило, сколько было жертв, сколько было беды, горя в нашем Бресте. То на репродукциях, фотографиях, которые представлены на этой выставке, мы видим непосредственно все вот это наглядно. Цель экспозиции, представленной в Российском Центре науки и культуры, донести до нас неподдельную историю сложного пути становления современного российского государства, рассказать о том, что пришлось пережить людям, прежде чем стать гражданами Великой мировой державы. И это организаторам, безусловно, удалось. Это передвижная выставка. Естественно, мы хотели бы, чтобы она посетила большинство школ не только Бреста, но и всей Брещины. Такая же выставка имеется в отделении Россотрудничества в Минске. Она тоже будет показана студентам, школьникам, другим аудиториям в Минске. Брест не случайно был выбран. Дело в том, что в Бресте очень сильная и активная русская диаспора. Здесь работает одна из самых дееспособных и самых активных общественных организаций, объединяющих тех, кто увлекается русской историей, культурой. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.